Когда вышел ремейк Resident Evil 3, многие геймеры удивились, а иногда даже впадали в ярость. Столь разительно он отличался от практически образцового ремейка второй части этого биологически опасного сериала. Часто можно было услышать мнение, что он не похож на полноценную номерную часть, что Resident Evil 2 давал гораздо больше эмоций и запоминающихся моментов. И это даже не говоря о присутствующей реиграбельности, хоть и в меньшей степени, чем в оригинальной игре. На самом деле, споры о том, достоин ли Resident Evil 3 называться третьей частью, не на вы, и начались они еще в 99-м году. Итак, вы смотрите канал XDelayt, и сегодня мы решили вспомнить прошлое, обсудить с вами одну из самых недооцененных игр сериала. Игр, ныне практически всеми забытую, Resident Evil Code Veronica. Resident Evil, который должен был стать, по мнению многих, тем самым третьим резиком. Ну и почему бы нет, раз пошла такая пьянка, позвольте небольшую саморекламу. В честь выхода восьмого Resident Evil, кстати, обзор на него вышел буквально вчера, у нас на сайте вышел подробный материал о влиянии обители зла на индустрию сурвайвл-хорроров. Ссылка на статью будет в описании и закрепленном комментарии. Ну так вот, давайте небольшой экскурс в историю для наших более юных зрителей, пропустивших выход Biohazard 3 Last Escape, более известную в мире как Resident Evil 3 Nemesis. По сути, это была последняя игра серии, до начала выхода различных спин-оффов, вроде Resident Evil Survivor или Gaiden. И надо ли говорить, что от третьей части ждали многого? Всё-таки сиквел серьёзно углубил идеи оригинальной игры. Но, к сожалению, этого не вышло. Третья часть одновременно является и приквелом, и сиквелом к Resident Evil 2. История начинается за сутки до прибытия Леона Кеннеди в город, и играть нам придётся за знакомую по первой части Джилл Валентайн. В это же время, Umbrella решает избавиться от выживших членов отряда Альфа и посылает новую версию тирана, заражённого монстра, подобных тому, которых мы встречали в первой и второй частях. В отличие от прошлых версий, новый тиран Nemesis вышел настолько колоритным, что его имя даже поместили в названии игры для западных версий. В попытках как спастись от Nemesis, так и выбраться из города, который мало того, что заполнен живыми мертвецами, так на него вот-вот должны сбросить ядерную боеголовку, Джилл повстречает отряд солдат, с которыми и проведёт большую часть игры. Ну, во всяком случае, с двумя из них, остальные довольно быстро умрут. И вот, имея такую довольно примечательную завязку, сюжет получился куда менее эпичным, чем в двойке. Хотя, казалось бы, количество взрывов увеличили в несколько раз, благодаря взрывающимся бочкам, которые появились впервые в серии. Nemesis стреляет то из гранатомёта, то из пулемёта. Но так как мы скорее стараемся спастись из города, чем помешать планам корпорации или безумным учёным, духа обители зла тут как-то не хватает. Третья часть хорошо дополняет Resident Evil 2, но при этом не привносит ничего значительно нового. Ещё до выхода игру хотели назвать Resident Evil 1.9, что демонстрировало отношение самих разработчиков к своему проекту. При этом я ни в коем случае не хочу называть её плохой или средней. Она как минимум хорошая. Хороший сюжет со старым героем в старом городе, но показанном с другой стороны. Старыми врагами, но с новыми механиками. Но этого лишь дали люди от новой номерной части сериала. Знаете, вряд ли. Параллельно с тройкой разрабатывалась Resident Evil Code Veronica, которую, несмотря на внушительный список платформ, на которых она выходила, очень многие фанаты сериала пропустили. И очень зря. События игры происходят уже после уничтожения енотового города атомной бомбой. В открывающей сцене мы встречаем нашу старую знакомую Клэр Редфилд, которая эффектно проникает в здание корпорации Амбрелла, расположенное в Париже. К сожалению, Клэр ловят и отправляют в тюрьму на затерянный остров Рокфорд. Да, Амбрелла никогда не ищет лёгких путей, и тут вы правы. Но, как гласит родовое проклятие семьи Редфилд, куда бы они ни попали, зомби уже тут как тут. Так и случилось. Недолго пришлось Клэр сидеть за решёткой, как её выпустили по причине вспышки Т-вируса на острове. И, по мнению охранника, она всё равно погибнет. Переубеждать его наша героиня не стала и занялась уже привычным делом – уничтожением неокончательно мёртвых супостатов и поиском виновных. В этом деле ей помогает другой заключённый Стив Бёрнсайд, с которым у Клэр даже появляется романтическая связь. Главным противником для них становится аристократ Альфред Эшворд, полноправный владелец базы Амбрелла в Антарктике и Рокфорте. И этот не вполне нормальный человек доставит Клэр массу неприятностей. Другой злодей, известный по предыдущим частям Resident Evil и долгое время являвшийся символом серии, Альберт Вескер, виновный в распространении Т-вируса на острове, задался целью заполучить образец уникального вируса Т-Вероника, который создала сестра-близнец Альфреда Эшфорда Алексия. Как видите, сюжет не ищет простых путей и наворачивает интригу за интригой. И всё вышеописанное занимает всего несколько первых часов. Кстати, об игровом времени. Первые три игры проходились примерно часов за шесть каждая. А вот Resident Evil код Вероника преподносит сюрприз в виде одиннадцати часов. На самом деле Capcom пошли на хитрый шаг. В Resident Evil 2 у нас было аж четыре компании, которые отличались деталями, но по большей части повторяли друг друга. В Веронике сделали нечто подобное. Спустя пять-шесть часов мы оставляем Клэр и Стива в некоторой сложной ситуации и переносимся на несколько часов назад, когда на остров Рокфорд прибывает Крис Редфилд. И тогда начинается вторая компания, которая проводит Криса по ряду старых локаций, но уже выглядящих немного иначе, а также некоторым новым. Мы можем наблюдать историю с другого угла из-за разницы во времени. Позже подобное мы увидим в Revelation 2, где главный герой снова Клэр. В целом геймплей не ощущается вторичным, за что огромная благодарность разработчикам. О том, что будет дальше, мы вам спойлерить точно не будем. Разве только отметим, что события Вероники напрямую касаются Resident Evil 5, где Вендетта Криса и Вескера наконец-то закончатся. Но ни одним сюжетом так запомнилось и полюбилась фанатам Код Вероника. Безусловно, история тут отличная, к тому же с минимальным вкраплением условных зомби-бобров, которыми изобиловали прошлые игры. Важнее, что тут было то, чего ждали от третьей части, нововведения и игровой процесс. От Resident Evil 3 перекочевали взрывающиеся бочки с горючим и разворот на 180 градусов. Но кроме этого... Боже, сколько же не всего добавили. Начнем, наверное, с наиболее ярко бросающегося в глаза. Трехмерных задников. Камера все еще неподвижна и иногда мешает обзору, но прогресс, как говорится, налицо. Причем это не ужасное 3D, которое часто встречалось в играх той эпохи, а вполне красивые себе задники, с которыми не стыдно появиться на публике и сегодня. Также нам дали сверхполезную возможность использовать спрей или травку сразу при подбирании. Это круто, так как инвентарь чаще всего забит более важными вещами. И это избавляло нас от необходимости жонглировать предметами. Я бы даже хотел указать на эту возможность некоторым новым играм. Стыдно, товарищи, стыдно. Ну и как не отметить одну из самых разрекламированных механик во всей игре? Возможность стрелять с двух рук сразу по двум разным целям. Звучит круто. И на самом деле это и есть очень круто. Жаль, что позже от автоприцеливания в серии откажутся, и такого мы больше не увидим. Есть еще пара пушек с возможностью стрелять от первого лица, а после прохождения игры открывается новый режим полностью от первого лица. Лично мне было не очень удобно в него играть, но тем не менее многим понравилось. Хоть Код Вероника и не совершил революции в жанре, как четверка, но выглядит она гораздо самостоятельнее, чем триквел. К слову, спустя год вышла Resident Evil Код Вероника X для PlayStation 2 и Dreamcast, слегка улучшившая графику и добавившая несколько заданий. Ну и немного новых роликов. Не сказать, что это сильно изменило игру, но точно сделало и так отличную игру еще лучше. Для всех желающих восполнить пробелы в сериале Resident Evil на сегодняшний день есть два пути. Можно пойти по-простому и просто купить игру в PS Store для PS4. Но это лишь очень ленивый порт с PS2. А можете поступить правильно и найти Dreamcast, ведь именно на него и выходила наиболее красивая, четкая и производительная версия игры. Кроме прочего, именно на нем есть вот такое красивое издание. Кстати, если все же решите приобрести Dreamcast, можете попросить в комментариях отдельный ролик про лучшие игры для этой консоли. Мы с удовольствием его сделаем. Автор данных строк – ярый фанат. И сразу предупредим. Если будете искать игру, не приобретите случайный Resident Evil Survivor 2 Код Вероника. Это вторая часть серии Survivor, но в этот раз сюжет основан на первой половине Вероники и то весьма условно. Мы в роли Клэр последовательно зачищаем несколько уровней и на каждом ищем ключ, чтобы открыть комнату с боссом. Игра короткая и проходится примерно за час. В отличие от первой Gun Survivor, тут стрелять стало приятней. Хотя, зачем играть в это вне аркадных автоматов, для которых она изначально и вышла, я лично не понимаю. Безусловно, Код Вероника не совершила такого прорыва в серии, как четвертая или седьмая части. Но она правильно развила идеи второй части, в отличие от ложного Resident Evil 3, и действительно повлияла на глобальную историю серии. Вы увидели разработки новых штаммов вируса, вы снова встретили Вескера и узнали о еще одной части конфликта его и Криса. Впрочем, если хотите узнать больше о всей истории серии, за исключением последней части, обратитесь к нашему видео Resident Evil раньше было лучше. Ссылка тоже будет в описании и закрепленном комментарии. Даже если воспринимать Resident Evil Код Вероника как отдельную игру, она все равно остается отличной историей. Вас ждет много поворотов сюжета, хорошо прописанные персонажи и потрясающие кат-сцены. Мне очень жаль, что до сих пор нет никакой информации о планах на ремейк именно этой игры. Ведь она действительно важна для серии. А учитывая возвращение Криса в восьмой части, то тем более нужно познакомить молодых игроков с забытой классикой. Конечно, бюджет должен быть побольше, чем у ремейка двойки. Все-таки пространства тут намного больше, а сама история длиннее. Но мне кажется, полноценный ремейк с обновлением локации переписыванием некоторых сцен может сделать из нее по-настоящему культовую игру. Игру, которую смогут оценить по достоинству все фанаты сериала. Ну а пока мы ждем ремейк четверки, который, на мой взгляд, не так уж и критично нужен. Я, конечно, буду очень рад ошибаться, увидев по-настоящему талантливое переиздание одной из моих любимых игр. Но в сердечке всегда будет место для Код Вероника. Спасибо за просмотр, поддерживайте канал XDelight на Патреоне, становитесь спонсорами на Ютубе и Бусти. Так вы сможете получить ранний доступ к некоторым нашим видео, рабочему чату и крутому командному мерчу. Отдельно мы благодарим патронов канала. Спасибо, ребят. Ваша поддержка невероятно мотивирует и помогает каналу развиваться. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и всем пока!